Субтитры создавал DimaTorzok Сколько у них было денег, сколько осталось, что у них арестовали, что они купили А сколько сейчас сидит таких бизнесменов, чиновников, которые готовы уехать, им будут хапануть как следует и поехать А еще лучше туда семью перевезти, а остаться здесь, сидеть на бюджетах Во всяком случае пока сидится, а любой предприниматель, любой чиновник знает, что бюджет какой-нибудь государственной компании Это же просто золотая буквально практически жила То есть если ты на нее сел, все, ты обеспеченный человек Надо только, остается только это приобретенное богатство за границу перевезти и сохранить там Ну купив, конечно же, паспорт удостоверения хорошего русского И как раз вот сегодня у нас подобный герой Очень похож на такого персонажа Вот знакомьтесь, это Дмитрий Доев Он работал в Газпроме, он был директором компании, которая обслуживает все газовое оборудование Газпрома Сейчас он работает в строительной компании, виз, ну тоже государственные контракты Мост они через Лену строят, скоро построят, наверное А еще Дмитрий Доев сотрудничает с Ростехом, а точнее с ее дочерней компанией Совместно они владеют компанией Белое золото И вот это Белое золото совсем недавно выиграло конкурс на разработку месторождения И скоро, буквально скоро, вот они планируют, как разработают это месторождение Планируют там добывать 10 тонн золота Вот вы спросите, золото, ремонт газового оборудования, сейчас строительство Талантливый человек И тем занимается, и тем занимается Да нет, конечно, конечно нет Просто и тут денег можно заработать, и тут денег можно заработать Да вроде бы и хорошо, топ-менеджер пусть зарабатывает Но вот пришло нам письмо Оно не только нам пришло, нам в редакцию Его еще отправили в другие соответствующие органы ФСБ, прокуратуру Чтобы обратили внимание на этого менеджера А там, если почитать это письмо, к нему вопросы сразу должны возникнуть Помимо того, что какие-то очень странные суды он проигрывал Не он проигрывал, а компания, с которыми он был связан Самая, самая интересная, самая яркая Была такая компания Энергогаз Почему она была? Потому что сейчас ее нету Она банкрот Вот эта компания была подконтрольна той компанией, в которой Дмитрий Ледовев был директором Но бывает, на компанию подали на банкротство Дочка Газпрома не смогла расплатиться Не хватило денег, такое бывает И у Газпрома, знаете, тоже иногда, наверное, не хватает денег У компании Газпрома Только вот что интересно На банкротство подала компания Мегабилд Ну что интересно Эта компания Мегабилд через компанию Максимум Через ее владельцев, через компанию Селиград Была связана с компанией управления золотыми активами Которой владеет Дмитрий Доев Вот совпадение, не могли договориться Или наоборот договорились По какой-то непонятной случайности Вдруг одна компания, аффилированная Через много там компаний, через ЛИД, связанных Подает на банкротство На другую компанию, которая связана с тем же Дмитрием Дою Потому что ей владеет дочерняя компания У которой Дмитрий Доев директор В общем, связанно Очень странно это все Но самое интересное-то в другом даже Самое интересное Что пишут в СМИ Где семья Дмитрия Доева А оказывается, семья Дмитрия Доева Его сын Михаил Доев Вот вы видите их на фотографии Это со странички ВКонтакте Находится в Лондоне И даже, вот если верить этой бумажке Михаил Доев открывает какую-то компанию В Лондоне никаких вопросов нету А его предполагаемая супруга Дмитрия Доева я имею ввиду Анна Беркович Тоже находится в Лондоне Если верить в СМИ И тоже открывает компанию Она была причастна когда-то К школам английского языка Они ей принадлежали И вот вроде бы, если верить этой бумажке Она открывает похожую школу английского языка В Лондоне Она гражданка Кипра Вот вы ее видите У нее гражданство Кипра Если тоже верить этой бумажке И вот на этой фотографии Эта фотография как раз с открытия Вот этой школы английского языка В Лондоне Представляете, какой это бизнес может быть Когда столько русских Да и не только русских Из России В Лондон Хлынули Без знания английского языка Или там кому-то нужно подтянуть Велкам Как говорится Бизнес пойдет А еще если это будет с паспортом С удостоверением Хорошего русского Так вообще никаких вопросов не будет Так и сейчас вопросов никаких нет А как вы думаете Есть ли Риторический вопрос Как вы думаете Есть ли счета В Лондоне Или может быть На каких-нибудь Островах В каких-нибудь Офшорах У самого Дмитрия Доева Его супруги Может быть У сына Михаила Доева Есть или нет После таких вот Странных банкородств После Странных судов Вот интересно Прокуратура ФСБ Они обратят Внимание на это Потому что Посмотрите Что сейчас Творится Люди Которые здесь Зарабатывали деньги Уезжают За границу И оттуда Вот Все что только У них может В голове Родиться Вот все говно Которое у них Рождается В голове Или еще Или в другом Органе Они все это Выливают На Россию Или будут сидеть Тут на золотой Жиле До определенного Момента На низком старте Пока если вдруг Что-то То сразу Самолетом И В туманный Альбион А там уже Все готово И там уже Паспорт Хорошего русского Готов И никаких Вопросов И живи Спокойно Дорогой Друг В Лондоне В Париже В Стамбуле Или еще В какой-нибудь Стране И трать Честно Честно Заработанные Деньги До свидания Продолжение следует Продолжение следует...